Привет-привет! Купили сегодня вот такую вот кисняшку. Вот такая. Грызлов написано. Это сухарики? Я никогда таких вообще не пробовал. Не знаю, что такое. Вообще такое. Ну вот, изготовитель Республика Мордовия. Город Саранск. Адрес производства тоже Мордовия. Ну, вот это Мордовская. Мордовская прикольная название. Вот, короче, такие сухарики делают морды их. Ну, по калорийности 372 килокалории. Сейчас будем пробовать. Потому что это не Московская область, так как это Мордовия. Все-таки я, ну, буду считать, что там качество лучше, потому что рабочие силы дешевле, чем в Москве, в Московской области. Ну, я обычно за такую продукцию. Сейчас будем вскрывать, смотреть, что оно из себя представляет. Надеюсь, это не какое-то там такое производство в деревне, где крысы бегают. Ну, короче, ладно. Надеемся, что там все отлично. 40 грамм масса. Так, открываем, смотрим. Сухарики грызлов. Со вкусом белого гриба. Открываются сразу, скажу, не очень удобно. Сразу же все порвалось. В отличие от хрустима. Так, смотрим на сухарь. Ну, сухари сделаны из хлеба. Или не из хлеба. Плюс булки. Да, короче, фиг поймешь. По запаху? По запаху очень странно. Не пахнут грибами? Тем более белыми. Но лучше их не нюхать. Их надо пробовать. Конечно, я ожидал большего. Ну, так, давайте даже посмотрим. То есть, здесь есть сама корочка. Ну, вот они, видно, что корочка. Видимо, покупали где-то хлеб. Разрезали его. И там шел и с корочками, и без корочек. Еще знал, что очень многие производители любят... Ну, что они любят? Купить именно уже в магазинах просроченный хлеб. Ну, вообще любой. Разрезать его. Сделать из него сухари. Или что-нибудь в этом роде. Такое уже немножко подплеснивает. Ну, я все-таки надеюсь, что это реально нормальное производство. Надо бы в интернете посчитать о нем отзывы. О производстве именно. А по вкусу? Ну, они в меру соленые. Немножко большие. Значит, там, если были бы поменьше, было бы намного лучше. Ну, вот этот вкус грибов... Может, мне просто такое попалось, но грибы, мне кажется, очень невкусные. Прямо вообще не зашло. Был бы он с хреном. Либо надо было взять, ну, другие там, с сыром, еще с чем-то. Поэтому сложно судить. Но разгрызаются они хорошо. Во рту тают тоже хорошо. А вот сам вкус очень сильно подкачало. Именно... Ну, не могу судить прямо о всей марке. Надо купить, будет другую, потом тоже затестить. Но именно вот эти, со вкусом белого гриба. Поэтому почему-то не белых грибов, а белого гриба. Я бы не рекомендовал. По баллам я поставлю 3 балла. Ну, почему? Потому что, во-первых, здесь есть корки. Вот такие, это не чисто мякушка. То, что все сухари разрезаны неправильно форму. Все абсолютно разная форма. Ну, единственное вот, что из плюсов, это то, что в меру соленое. Потом сама приправа не очень нравится. Также на самих сухариках не видны приправы и какой-то у них необычный цвет такой. Ну, я не знаю, с какой муки сделано, просто необычно. Но, ну, это и правда хорошо во рту. Претензий нет. А по вкусу, вот, подкачал вкус, так бы вообще ничего, а вкус не очень. Ну, потом еще, возможно, возьму другие, тоже сделаю обзор и уже скажу непосредственно прям о нескольких марках. Ну, возьму там разные вкусы и скажу уже более продуктивно. Пока эти не рекомендую. Спасибо, что посмотрел данное видео. Запомни вот эту марку, как она выглядит. Какой у них логотип. Да. Гриб белый. Ну, обычно белые грибы, кстати, червивые. Чаще всего. Спасибо тебе за просмотр. Подпишись на канал. Поставь палец вверх либо вниз. Напиши свой комментарий обязательно. Пока-пока.